Я уже сбилась со счёту, сколько восходов солнца повидалось с тех пор, как прибыла на этот остров. Сотни, мне кажется. Но каждый из них словно красивее, чем предыдущий. Иногда мне нравится взять с собой Фину прямо перед рассветом и наблюдать за ним во время полёта по утреннему небу. Именно в такие простые моменты я понимаю, насколько мне повезло. Не то чтобы я была недовольна возвращением к изучению рифов и тропических лесов в ВОЗ, но я бы никогда не смогла обнаружить Бронта, топчущегося в такой глуши, не правда ли? С тех пор, как я здесь оказалась, у меня появилась возможность изучать существ, которых ни один другой биолог никогда даже не видел. Я всегда буду благодарна за это. Я продолжала наблюдать за изменениями в погоде ещё до того, как начала изучать дикую природу острова в тундровых регионах, но теперь я могу с уверенностью сказать, что этого не случится. Очевидно, что эта планета не имеет осевого наклона и, как следствие, смены времён года. Весь этот лёд и снег не начнут таять в ближайшее время. Не могу сказать, что меня это радует. Мы с Холодом не самые лучшие друзья, скажу я вам, но мне остаётся просто принять этот факт. Климат во время юрского и мелового периодов, из которых произошли многие из существ острова, был довольно однородным, поэтому наличие арктической местности – это достаточно странно. Я была бы упрямой, если бы не пример капитана Кука. Племя, называющее себя Воющими Волками, действительно сделали это северное приключение намного проще. Они и Афина. Она чувствует себя здесь, как дома. Не думаю, что когда-нибудь смогу отплатить Роквеллу за то, что он просто взял и отдал мне Аргентависа. Он сказал, что нашей беседы достаточно для оплаты, но я всё ещё чувствую себя в долгу. Нужно не забыть собрать для него несколько цветочных образцов, пока я ещё здесь. В любом случае, разведка вместе с Волками помогла лучше понять регион. Но я думаю, что я уже готова действовать в одиночку. Чтобы сделать настоящие научные выводы, мне нужно понаблюдать за этими животными, не беспокоя их, в естественной среде обитания длительный период времени. Ну что за денёк! Вот я уже почти завершаю наносить последние штрихи в досье на Мамонта, как вдруг тираннозавр начинает атаковать всё стадо. Кошмар! Тираннозавр пробирается сквозь кровавый снег. Я расспросил овоющих волков в ближайшем лагере, и, как оказалось, это вполне обычная ситуация. Это не в новинку для региона. Просто бессмыслица. Как тираннозавру удаётся выживать в таком климате? И как появление высшего хищника не сдвинуло всю экосистему? Мне нужно изучить это как можно скорее. Что ж, я осмотрела даже больше помёта хищников, чем запланировала. И я могу сказать, что это дало много ответов. Все хищники этого региона имеют очень схожий рацион питания. С таким количеством различных хищников, охотящихся на одну и ту же жертву, общая популяция не должна была бы стать такой стабильной. Тем не менее, я не смогла найти ни одного подтверждения тому, что падение популяции действительно происходит. Это попросту странно. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше я осознаю, что существование этого региона невозможно в принципе. Его климат не синхронизирован с остальной частью острова. Многие из обитающих здесь существ на миллионный ряд опережают динозавров, а экосистема при этом почти статична. Что-то не сходится. Мне нужно изучить мои заметки. Просматривая свои записи, я осознала, что на этом острове хищников больше, чем их добычи, почти в два раза. Это противоречит принципам любой экосистемы. Не могу поверить. Потребовался тиранозавр, резвящийся в снегу, чтобы я смогла узреть это. Это же так очевидно, как белый день. В чем причина этого? Если добавим сюда человеческий фактор, то станет невозможным острову продолжать существование естественным путем. Но что если природа этого острова находится под чьим-то наблюдением и как-то восстанавливается? Я должна поговорить с Роквеллом. Возможно, он пришел к аналогичному выводу. Я никогда не считал этот остров нормальным. Я имею в виду эти гигантские обелиски, парящие в небесах Питер ради. И это уже не говоря о найденной мной пещере, скрывающей в себе платформу, схожую с той, которую я нашла у основания обелисков. Ну, схожую, за исключением тех странных отверстий, которые были вырезаны на возвышенности. Наверное, мне все же не следовало лезть во все это. До тех пор, пока у меня была прекрасная, уникальная и незапятнанная экосистема, которую я изучала. И я была просто счастлива. Но теперь... Нет, мне пока не стоило это записывать. Не раньше, чем я прибуду к Роквеллу. Есть еще вероятность, что мои данные не верны. Или я упускаю из вида что-то очевидное. Я пока не собираюсь сдаваться в своем раю. Мне действительно следует почаще заглядывать к Роквеллу. Это так вдохновляет, когда находишься рядом с кем-то таким же опытным, как он, подходящим к своей работе с энтузиазмом. И после разговора с ним у меня всегда появляется перспектива на будущее. Что касается аномалий в экологии острова, Роквелл успокоил меня, сказав, что я тороплюсь выводами. Он сделал большое заключение. Лишь из-за того, что это место не соответствует научным законам, к которым мы привыкли, это вовсе не означает, что оно не следует никаким научным законам вообще. В конце концов, наука и новые открытия могут пошатнуть старые принципы. Поэтому, прежде чем я обосную свою теорию, мне следует собрать больше эмпирических данных. В противном случае, я не могу считать себя ученым. По рекомендации Роквелла, я направилась на юг, чтобы начать изучение глубоководной жизни острова с помощью племени, которая называет себя цветными акулами. Поскольку экосистема океана окружающего острова отделена от экосистемы на материке, корреляционные закономерности между ними могут помочь мне изолировать и понять научные аномалии этого острова. Кроме того, после долгого периода отмораживания своей задницы, я действительно могла бы воспользоваться возможностью длительного пребывания на тропическом острове. Биология моря никогда не была моей сильной стороной, но я люблю океан. В конце концов, там просто должно быть красиво. Цветные акулы приняли меня так, словно я какая-то королева, после того, как я показала им рекомендательное письмо от Роквелла. Не помню, чтобы я так хорошо ела за всё время моего пребывания на острове. Не то чтобы это имело большое значение, но повар из меня ужасный. Ну и само собой, они, конечно же, оказали мне огромную помощь в моих исследованиях. Пока что на данный момент мои оценки баланса хищников и жертв согласуются с экосистемами на материке. Вода просто изобилует косяками мегалодонов, и они чрезвычайно агрессивны. Возможно, это побочный эффект от недостатка добычи. Акулы не относятся к территориальным существам. Я буду изучать их дальше. Пока нет никаких ответов относительно того, почему мегалодоны настолько территориальны. Но я стал свидетелем кое-чего более экстраординарного. Спаривание мегалодонов. Никто никогда не видел больших белых акул, привязанных к одной точке обитания. Так что это само по себе невероятно. Но я получила даже нечто большее. Я знаю, что может быть лучше наблюдение за тем, как резвятся мегалодоны, правда? Отслеживание самки. У меня была возможность наблюдать за ней почти весь период ее беременности. И получается, что она длится всего одну неделю. Одну неделю! Неудивительно, что популяция настолько велика. Они производят детенышей в 44 раза быстрее австралийских больших белых. Мне нужно сравнить, как они ведут себя в неволе. Итак, помимо всех странностей, найденных мною диких мегалодонов, вот самая настоящая вишенка на верхушке торта. Они легче легкого поддаются приручению. Немного дрессировки, и они становятся послушнее домашней собаке. Теперь я знаю, что акулы поддаются очень поверхностной тренировке в течение года или около того. Но не в такой степени. Акулы – это не млекопитающие или какие-нибудь птицы. Они рыбы. Они больше полагаются на инстинкты, или, проще говоря, они не очень умны. Вы не сможете кататься на них, как на водных лыжах. Я пытаюсь сохранять свой ум открытым, как мне советовал Роквелл, но это просто неправильно. Что ж, с этим все ясно. Стоило мне найти определенный смысл в заметках, которые я сделала во время посещения цветных акул, как я обнаружила последний гвоздь в крышке гроба – кенгуру. Целое стадо кенгуру просто прыгало по сельской местности, как будто они всегда там были. Как бы я ни любила кенгуру, их просто не должно быть здесь, в этом периоде. Они появились только через 60 миллионов лет после вымирания динозавров, вместе с другими сумчатыми. Если я знаю этот род, а это определенно он, прокоптодонов не должно здесь существовать. Этот остров – не экосистема. Это зоопарк. Не так давно я думала, что это место – почти утопия, в которой я могла бы изучать все утраченные чудеса мира. Теперь, когда я удостоверилась, что это место неестественного происхождения, должна сказать, оно почти утратило весь свой блеск в моих глазах. Человеческое вмешательство здесь не помогло. Большинство племен научились жить в гармонии со своим кусочком острова. Хотя некоторым этого недостаточно. Одно из племен даже пыталось подчинить себе всех остальных. И эта естественная или искусственная экосистема не стала бы лучше, если бы сгорела в какой-то великой войне. Восходы солнца, однако, все еще остаются для меня столь же прекрасными. По крайней мере, хоть это ничто не может изменить. Из всех наблюдаемых мной аномалий, прирученные мегалодоны находятся вне моего понимания. Это выглядит так, как будто они были бездомными собаками, которых подобрали с улицы, будто послушание человеку находится у них на генетическом уровне. Большинство моих наблюдений происходило в дикой природе. Но я думаю, я могу что-нибудь узнать, если попробую внимательно понаблюдать и за домашними существами. Мне нужно изучить их рацион питания, брачные отношения, как они контактируют с другими видами. Все это. Ходят слухи, что есть женщина, сумевшая подчинить себе все бесчисленное множество существ. Поэтому многие прозвали ее «королевой зверей из джунглей». Может быть, у нее есть полезная информация? Полагаю, было глупо рассчитывать на то, что кто-то с прозвищем «королева зверей» примет меня с распростертыми объятиями. Наверное, я слишком привыкла к дружескому отношению, пока была помощником Роквелла. По крайней мере, она позволила мне остаться и даже не приказала своим динозаврам убить меня, что радует. Не то чтобы ей для этого действительно нужны были динозавры. Если ее презрение стало бы чуть более интенсивным, я, вероятнее всего, просто сгорела бы в пламененном месте. Черт. Надеюсь, она успокоится. Просеивать экскременты раптора, когда за тобой кто-то постоянно наблюдает, сложнее, чем можно представить. Нет никаких особенных различий в рационе питания прирученных существ по сравнению с их дикими собратьями. Частью этого является то, что «королева зверей» постоянно берет их на охоту с целью натренировать. Любопытно, что им никогда не приходится уходить слишком далеко. Рядом располагается изобилие добычи, даже несмотря на размер ее охотничьей группы. То, что они продолжают поддерживать свою популяцию, даже несмотря на ее прирученных существ, становится еще более необычным. О, я наконец-то узнал ее имя. Ли Мэй-Инь. Кстати, она наконец стала относиться ко мне чуть лучше. Возможно, начав изучать фекалии ее животных, я произвела на нее неправильное впечатление. Самым любопытным в моих наблюдениях за животными Мэй-Инь стало то, что они никогда не делают. А именно, никогда не дерутся друг с другом. Среди существ, которые одомашнивались поколениями, например, кошки или собаки, это нормально. Но ведь есть же причины, по которым в зоопарках животные содержатся в отдаленных загонах. Определенные инстинкты трудно обуздать. И в такой разнообразной группе должны были бы возникать перепалки. В армии Мэй-Инь даже нашло свое место стадо травоядных, так как их толстые шкуры оказались стойкими к огню и взрывчатым веществам. Однако, даже несмотря на то, что они находятся среди плотоядных существ, они остаются нетронутыми. Это бессмыслица. Здесь нет ничего, что можно было бы забрать у Мэй-Инь. Она много работает, чтобы поддерживать и обучать своих животных. Она также составляет неплохую компанию. По крайней мере, пока не прекращает общение. Или пока я не погружаюсь полностью в биологические исследования. Иногда мне кажется, что я говорю на новом языке. Но это стало даже немного освежающим чувством. Пересмотрев свои заметки, сделанные в лагере Мэй-Инь, я пришла к выводу, что животные на этом острове могут не только использоваться людьми, но еще и содержаться в неволе. Даже с ускоренными темпами роста их поведение указывает на то, что они регулярно одомашнивались в течение как минимум десятилетий. В противном случае они бы никогда не стали повиноваться так легко человеческим капризам. Я имею в виду то, что моя теория о том, что кто-то наблюдает за островом, снова возвращается в игру. Фактически, популяцию животных не только держат под контролем, но еще и сами животные были модифицированы на генетическом уровне. Однако, прежде чем я поведаю это Роквеллу, есть еще один слух, который я хочу подтвердить. Это неопровержимое доказательство. Должно им быть. Я просто не могу быть уверен в том, что это место имеет естественное происхождение после того, как обнаружила остров, полностью населенный плотоядными животными. Даже если они и питаются друг другом, что крайне сомнительно, учитывая, что мясо плотоядных гораздо подверженнее вредоносным паразитам, нежели мясо травоядных, эта земля настолько мала, а популяция при этом настолько густая, что они никогда бы не смогли ее поддерживать. Тем не менее, они отделены от северо-восточного побережья острова. Кто-то, должно быть, расположил их там специально. Теперь Роквелл точно не сможет отрицать мою теорию. Как я и ожидала. Роквелл не смог опровергнуть мою теорию, но и не скажу, что он принял ее с удобрением. Честно говоря, он вообще не выглядел очень поглощенным данным предметом исследования. Кое-что другое завладело его вниманием в последнее время. Обелиски острова. Во всей видимости, Роквелл наткнулся на способ взаимодействия с этими монументами, возвышающимися над всей округой. Полагаю, этот старый бесстрашный исследователь почувствовал необходимость поковырять один из них. Это довольно впечатляет, учитывая его возраст. Теперь, когда я поразмышляла об этом, обелиски могут оказаться связаны с моими собственными выводами. Природа их происхождения всегда оставалась загадкой, а Роквелл делает интригующие наблюдения. Я должна присоединиться. Когда я добралась до Железного Братства, они не очень-то мне обрадовались. Особенно, когда я упомянула о Роквелле. Это во-первых. Вдобавок к этому, они проживают в довольно пустынном и мрачном месте, в котором я начинаю чувствовать себя довольно напряженно. Их лидер не сможет вернуться из своей охотничьей экспедиции достаточно скоро. В чем я убедилась, так это в том, что, да, они смогли собрать все артефакты, которые искал Роквелл. И да, эти артефакты смогли активировать один из обелисков. Можно было бы подумать, что они отпраздновали такое монументальное открытие, но повсюду царит сплошное уныние, насколько хватает глаз. Понимай, как хочешь. Я продолжаю смотреть на артефакт. Я понимаю, почему лидер Железного Братства не хотел этого. Не имея практического применения, единственное, что он делает, так это напоминает ему о племени, которая погибла во время схватки с гигантским пауком. Неужели он действительно бесполезен? Они описали артефакты, похожие на этот, способные активировать обелиск. Поэтому я направляюсь к ближайшему обелиску, чтобы посмотреть, смогу ли я получить там ответы. Неудачно. Может, он сможет активировать что-нибудь другое? Конечно. Платформа в пещере. Она далеко, но это единственная вещь, которую я знаю, похожая на обелиски. Определенно стоит попробовать. Невероятно. Артефакты идеально подходят для одного из слотов педестала платформы. Как я сразу этого не заметила. Я действительно дубина. То есть, если ключ, например, такой, как этот, был получен путем активации одного из обелисков, то из этого следует, что два других ключа можно получить, активировав два других обелиска. Затем, со всеми тремя ключами, возможно, эта платформа сможет открыть путь к тому, что контролирует экосистему острова. Если другие обелиски работают так же, как это делает первый, это значит, что для начала мне следует найти множество артефактов. И я не думаю, что смогу сделать это в одиночку. Итак, воющие волки смогли быстро выяснить расположение артефактов, но узнав о том, что случилось с Железным Братством, это максимум, на что они готовы были пойти. Я понимаю их, но сама оказываюсь в неудобной ситуации. Если гигантский паук и я окажемся в одном месте, то победа паука неименуема. Даже с Афиной на своей стороне, я предпочитаю избегать опасности, а не противостоять ей. Моя меткость оставляет желать лучшего, а мои кулаки мягкие, как зефиринки. Если я действительно хочу выжить в том, что произойдет, когда обелиск будет активирован, то мне понадобится поддержка. Пометка для переговоров. Не упоминать фекалии. Не обращать внимания на презрение. Носить с собой чили. Огнестойкое. Теперь я поняла, что получить прозвище Королева Зверей способна лишь суровая женщина. Но когда я увидела эту гигантскую обезьяну, то я все еще думала, что нам конец. К счастью, в отличие от всех нас, кишка у Мэйни оказалась не так тонка, и каким-то образом она смогла вырвать победу силой. Рада, что я нахожусь на ее стороне. Я уже нашла второй ключ, но хочу осмотреться, прежде чем мы вернемся через портал. Эта обезьяна либо жила здесь, либо появилась во время нашей активации портала. Выяснить то, как она существовала в этой изолированной среде или как она здесь оказалась, может быть полезным. Итак, это завоеватели, о которых я слышала на обратном пути. Не слишком-то хорошее первое впечатление. Мы с Мэйни не были хорошими друзьями, но смотреть, как ее существа забивали, было очень неприятно. Я тоже не являюсь поклонником жизни в неволе. Лидер представился Гаем Мацелой Нервой, и он не был неотесанным болваном, должна дать ему должное. Он позволил мне сохранить мои личные представления, и наше общение пришло в более цивилизованное русло. Я почувствовала, что случится, если откажусь от сотрудничества. Не то чтобы у меня был выбор. Они уже собрали ключи. Единственный вариант, который я вижу, считать себя гостьей нового Легиона. Нерва был о себе высокого мнения. Кажется, он считал себя даром Юпитера острову, или еще какая-то подобная чушь. Я думаю, его эгоцентризм был особенно ощутим, когда Легион вернулся с обелиска, принеся с собой третий ключ и голову дракона. К сожалению, несмотря на то, что мне приходилось наблюдать его самодовольное лицо, вынуждена признать, что я нуждаюсь в нем и в новом Легионе. Поэтому, когда он попросил меня проводить его силы к сокрытой пещере, я подчинилась без возражений. Что он будет со мной делать после этого, я не знаю. Когда нерва со своей группой вернутся из пещеры, моя судьба будет решена, так что это мой последний шанс задуматься. И я воспользуюсь им. Я понимаю, что если бы просто проигнорировала все эти знаки и приняла бы этот рай по достоинству, то была бы сейчас самой счастливой и свободной. Было бы это лучше? Я так не думаю. После долгих размышлений я решила, что лучше умру в поисках правды, чем буду жить в иллюзиях. Как сказал бы Роквелл, это путь истинного ученого. Не то, чтобы я была как Галилей, осмелившийся выступить против церкви или что-то вроде того, но счет, это то, чего мне нужно придерживаться. Что ж, я не мертва. И, как оказалось, Мэй-Инь тоже жива. Она освободила меня и настояла на том, чтобы мы прошли через портал в пещере. Нам открылась ужасная картина. Все люди-нервы и огромное странное существо лежали мертвыми. Но тело-нервы мы так и не нашли. Забыв, кто рядом со мной, я предложила мирный подход на случай, если мы встретим его. За что получила быстрый удар по голове и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то никаких следов Мэй-Инь и нервы не нашла. Только брызги засохшей крови. Ни тел, ни победителя. Но что я нашла, так это удивительное доказательство того, что я нахожусь на космической станции. И когда я выглянула в иллюминатор, то удивилась еще больше. Я всегда была на космической станции. На расстоянии, окруженной внеземными механизмами, висел в воздухе мой остров. Кроме того, он находился на орбите неизвестной мне планеты. Экосистемы этого острова не просто руководили. Ее создали с нуля, с самого начала. Что это такое? Кто и для чего мог такое сотворить? Пока у меня нет никакой догадки по этому поводу. Но я узнаю. Я должна найти истину. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ